Миш, можешь сказать номер игры? Да, конечно. Держи, лови. Так, сейчас надо проверить только, чтобы у меня тележка была случайно не открыта. Все, отлично. Так, я тебе скинул в личку в Телеграме, если что. Все, ты, если что, смотри, не стесняйся, говори там, паузи, не паузи, я буду все паузить. Все, хорошо. Спасибо, Мобдит, за значок большой. Ребятки, напоминаю вам, что у нас есть в Дискорде... Вообще, по поводу апелляции к турнирам, баллам и все такое прочее, это тоже. То есть, я буду слушать это все внимательно, а вообще, у нас новые правила еще по поводу дисквалификации. То есть, если ты говоришь по поводу того, что проголосуй со мной на баллы, пройдешь в финал, то есть, это удаление. Или проголосуй со мной туда, то ты выиграешь там 10 тысяч рублей, к примеру, если, допустим, какой-то призовой фонд, или получишь баллы за это, то есть, это удаление. Ребятки, а вы в нулевку заходите, голосуйте, кого считаете черными игроками, кого считаете красными. Там правила очень простые. Вот, уже нулевка на сегодня, если что, стартует, так что... Спасибо большое, хромовник, за над... Там не состав поменялся, там графика почему-то у нас неправильная. Вот, состав такой, какой сегодня и должен был быть, просто в графике перепутаны два игрока. Как так произошло, это загадка, мы с Кристиной сейчас будем выяснять. Вот, она там будет баллы подсчитывать в таблицу, как обычно, вот. И, соответственно, все будет. Доброе утро. Или вечер, я не знаю, у кого который час. Значит, давно не играл, но не думаю, что что-то кардинально поменялось. Давно не играл по своим меркам обычно. Я прям вообще такой, знаете, не пропускающий игры игрок. Значит, у меня задача в этой игре достаточно простая. Но она важна, и ничего от этого, как бы... Ну, от этой простой задачи прям легче не становится. Простота в объяснении, но игра такая, короче, в общем, что... Нужно найти черных игроков, вот, и найти красных. Я максимально выложусь в этой игре. Я планировал эту речь сказать. Я вообще ночью пока кушал, думал, что-то вам сказать. Либо просто скиднуть и напопили, сконцентрироваться больше на цветах. Но я договорил свою минуту, потому что это важно для нас всех. Хорошей игры желаю. Желаю, чтобы каждый проявил себя максимально хорошо, сыграл максимум свой, что может. Вот, победит, пускай сильнейший. В этой игре я красный, и борюсь за город. Удачи городу. Доброе утро, город. Желаю всем приятной, интересной игры. Смотрите, у меня были такие мысли, что у нас очень сильный стол, ну, как мне кажется, по игрокам. Вот, я надеюсь, что мы сыграем лучше, чем вчера люди играли отборы. Вот, потому что, ну, там игры были, по-моему, такие немножко комичные. Смотрите, господин 22, мне не показалась ваша речь очень красная, особенно вы когда сказали, что вы планировали эту речь. Вы как-то, ну, начинали тяжело, и я не очень понял, что именно вы планировали. Но при этом я знаю, что вот если вы красный игрок, вы не любите, когда против вас играют. Ну, вот насколько я знаю. То есть вы хотите, чтобы красные находили вас красным. Вот, я пока красный, я хочу вас послушать. Просто пока ваш цвет не нашел. Поэтому поиграю не против один, но с первым пока играть не хочу, потому что вы скажете, вы планировали речь, а что именно вы планировали в вашей речи, это оконик. Спасибо. Добрый день, рад всех приветствовать. Желаю всем хороших, интересных игр. Главное, чтобы они интересные были. И для каждого, чтобы каждый достиг желаемого результата. Чат, я открываю ставки, предел на ставке 30 тысяч, хорошо? Естественно, большинство из них. Так, я пока играю 1-2-3, но есть такая тенденция, когда я играю с первым игроком, он все время черный. Вот, а вот он сейчас погрел речь, мне прям захотелось с ним сыграть, поэтому есть высокая доля вероятности. Но пока послушаю, что дальше скажут. Второго прям не подозреваю. Задался мыслью, сколько черных между 4, 5, 8, 9. Вот 4, 8, 9 улыбались все речи игрока номер 2. То ли они кайфовали, что второй играет против первого, то ли другой причины, в общем, я не понял. Вот, поэтому что вы показали игрок номер 8? Вы думаете, 2 опять зависло? Или это у меня только зависло? 2 черные, да? Я не думаю, что 2 черные. Вот. Все. Я надеюсь, что мы выиграем. Я и моя команда. Так, ну, если мы с вами будем в одноцвете, господин РФ, то, конечно же, всех результатов достичь получится, я убеждена в этом. Вот. Я улыбалась не от речи игрока номер 2, если вас это интересует. Я смотрела на игрока номер 7 и пыталась понять, какого он цвета по лицу. Но я по лицам не играю, поэтому не скажу, как я думаю, потому что это может быть неправильно. В поводу первого игрока. Мне кажется, что Алексей склонен на красной карте на первых играх турнира больше показывать свой цвет. В данный момент я не посчитала его игроком красным, не поняла то, что он красный, поэтому я с ним не играю. Не играю, конечно же, и против него, послушаем цвета на папиле, но мне кажется, он мог чуть-чуть подскрыть роль своей речью. А речь была максимально нейтральная и отчужденная от красного цвета, как мне показалось. Вот. Поэтому играю больше за вторым игроком. Прикольно то, что третий игрок сам это заметил. Я тоже по нашим общим играм с игроками 1-3 заметила, что третий больше склонен называть первого игрока красным, когда он... Так, ну я подозреваю, во-первых, всем привет, да, всем хороших игр. Я подозреваю игрока номер 4, во-первых, она мне... Ну, когда мы с ней находились у госпожи Мари дома и смотрели финал, она играла по лицам, она смотрела на лицо господина Харюка и пыталась понять его цвет. Во-вторых, не имеет логического смысла начать речь с того, что ты смотрела на господина Харюка и пыталась понять его цвет, а потом сказала, что не играешь по лицу. Зачем вообще тогда ты это привносила в стол? Ну, плюс ты играешь против игрока номер один, мне не кажется первым черным игроком. Я играю 1-3, объясню, почему играю с 3, мне кажется, 3 красный, потому что он утром там что-то еще во вкладках делал, если он был бы игроком черным, он бы договорился и утром сидел. Мне кажется, он не... Ну, хорошо, ладно, РФ, я просто склонна тебя больше красным считать. Второго подозреваю... Ты поняла, что я во вкладках что-то делал. Ну, у тебя в очках было видно светлое белое, то есть ты не сидел у нас в игре. Вот, второго подозреваю, он сказал свою фразу, типа, не против один, но какая-то странная просто конструкция. Короче, надо... Сегодня важнейшая задача понять, день ли Бекхама или не день Бекхама. Если не день Бекхама, то нужно играть от обратного того, что я считаю, вот. Поэтому первая игра, это будет какой-то такой, блин, камертон, который будет резонанс просчитывать. Я пока играю 2-6, я считаю красным 2, независимо от того, что показывает Алиса, пускай она объяснит, почему у нее черный 2. Да, речь первого. У меня были те же мысли, которые озвучил господин Му, то есть он мне сказал, по части первого игрока Мишутка поговорила неплохо, но, типа, аргументы пятой имеют место быть, поэтому не хочу выбирать стул между 4 и 5, а там, по ходу, пес и должен быть маф. И третьего я заподозревал именно вот за то, что он обычно с 22 не играет или он бывает черным, он тогда заигрывает 22, 22 это знает. Поэтому пока у меня есть уверенно красный цвет 2, я играю 2-6, не против кого-то конкретно между 1, 3, 4, 5, но пока... Доброе утро, город. Я играю в команде 1, 2, 5, 7. Я заподозревал 3, который пытался оставить зазор в игроке номер 1. Игрок номер 1 поговорил, ну, у меня не было ощущения, что я хочу сыграть с игроком номер 1, но речь показалась не такая плохая, что я хочу с ней сыграть. 4 я подозреваю за то, что она каждый раз мне говорит, что у них 3-4 отношения сложные. То есть в каждой игре третий подозревает 4, а 4 подозревает 3. Но сейчас она говорит, что мы с вами в одноцвете всегда будем туда-сюда, мы с вами выиграем, если мы с вами в одноцвете. А 2 поговорил неплохо, плюс все его назвали красным. Поэтому моя команда 1, 2, 5 и 7. Я видел, что 8 показывает 4, 5 вместе красные. Я играю с... Я понимаю, что вы не говорили это, я понимаю, что вы этого не говорили, но мне понравилась ваша речь. Может быть, я вас ошибаюсь, конечно, но мне пока так думать не хочется. Вот. В принципе, я вас ошибался не так часто. А 6-й, хоть и подозревает 3, но мне показалась команда 2-6 плохая, потому что я не подозреваю сильно 1, и мне кажется, больше красная 5. Я красный, сыграем хорошую игру, победа красным. Спасибо. Да все, забейте, на что я только что показывал. Это была проверка связи, поняли? Вы реагируете на меня, а я уже не уверена в том, что я показываю. Мне кажется, красные игроки 1, 4. Первый красный, потому что, мне кажется, с черным поговорил бы более харизматично, я попытался бы как-то, не знаю, какая-то покупка рук здесь была очень ровная, просто кажется, красный 1, все. Четвертый игрок, мне кажется, как раз в том, что она объяснила, что смотрела на лицо игрока под номером 7, пыталась понять его цвет, я в это поверила. И сначала показалась пятая красная, как она начала речь, типа, во-первых, начинаю, ну, не знаю, просто начал как-то разваливать. Во-первых, подозреваю вас, во-вторых, это, но потом я подумала, что потенциальные 5-3 могут вести черными игроками, потому что у третьего был такой пол, а как ты поняла, а пятая краснелась за какую-то грязь, я видела, что, типа, пятая может это делать со своими черными игроками, я видела такое не раз, нет каких-то примеров, но такое было. Вот, у меня красные игроки 1, 4, поняли, хотела сыграть 6, как он начал речь, что от обратного, вот он не понял, он говорит, играю только с 2. За что я заподозревала 2, что с начала речи? Ребята, такой сильный состав, давайте, ну, блин, ну, почему мысль, вот первые 3 секунды его мысли, после речи игрока номер 1, никакого анализа, давайте не играть так же плохо, как вчера. Так, смотрите, мои мысли. Думаю, красный, госпожа протеже, господин Йети, потому что господин Йети мог видеть жестикуляцию госпожи Америки по поводу господина Му. Ой, как сложно по никам разговаривать на самом деле, но на позднем слоте мне лучше поговорить по никам. Я не знаю, как после речи Харюка можно посчитать его красным, потому что господин Йети, видя жестикуляцию госпожи Америки, потенциально чуть ли не в противовес с ней, в ноль встал, играя только с господином Му. Поэтому мне кажется, что господин Харюк и госпожа Америка, из тех, кто поговорили, самые подозрительные. Мне понравилось, как поговорил РФ, но мне не понравилось, как в конце выиграем я и моя команда. Вот если бы сказал, и я и моя красная команда, было бы увереннее. Но краснее всех для меня протеже, как ни странно. Ну, послушаем господину 22, ладно, поймите. С кем прицепить? Или в день 4. Для меня самая подозрительная 9. Это, не знаю, как можно назвать 5 красный. Я сразу скажу, мне 5 была самая черная. Она сказала, что, во-первых, значит, третий игрок красный, потому что в таких вкладках сидел, потом в этих очках я это забыл. Я вообще не вижу, что в мучках сидел. И после этого, смотрите, у нее самая подозрительная 4. Она реально рассматривает команду 4-2. Значит, правильно, у нее третий красный. 4 сказала, 2 самый красный. Она рассматривает команду 2-4, где 8 уже показала, что 2 маф, то есть 2-4 вместе мафы, 1-3 и еще кто-то, да, усиленный стол, 4 посвятил свой 2. Мне кажется, так помыслить было нельзя. Мне кажется, просто надо было что-то сказать 5-3 мафы. Это настолько на черный. Что, который видел только 2, отказывался. Мне казалось, что это хорошая позиция. Что 5 поздравительный, 1-4 непонятный. 7-ой играет 5 красный, 8 показывает 5 красный, 9 показывает 5 красный, 10 это усиливает. Мне кажется, она вообще ни разу не красная. Короче, вот, я и мой шриф, я помощник шрифа, он дитрилляет 5-го игрока. Вот. Я помощник, вот, а шрифу дал задание. Супер. Я играю 5 игроков 5-7-8-9. Мне кажется, много маф, 2-ка минимум. С остальными. 1-4, 2-6 в 1. Ребятки, давайте прогнозы в нулевке оставляйте, там, Маламус уже вроде бы активировал начало. Очень люблю, когда люди ни с чего перестают, типа, намеренно, типа, не дают динамику. Девятая такая, я вот типа не даю динамику. И ты такой думаешь, а что, у тебя не может быть статика или какая-то другая динамика. То есть, почему на позднем слоте нужно обязательно говорить никнеймами? Я вообще, кстати говоря, я речи без номеров почему-то очень с большим трудом воспринимаю. Тем более, такие напыщенные, знаете, специально без номеров, поэтому. Я понимаю, что я так вчера делал. Подозрительная 4 мне, потому что у нее сейчас какой-то образ, где она должна седьмого игрока обязательно щупать, а он с ней не сыграл, где она сказала, что первый игрок подозрительный. Вот, мог поговорить по красному, по-моему, все очевидно, поэтому он мог с ней не сыграть. То есть, по цветам как бы не сходится. То есть, четвертая какая-то в образе. Мне кажется, красные игроки много красных. 2, 3, 5, скорее 6. Подозрительный 4, подозрительный 8. Четвертая все же сказала, что подозрительный 1. Сейчас послушаем 4. Я играю 2, 3, 2, 3, 5, 6. Ребят, пожалуйста, это очень плохие цвета. Вы понимаете, что невозможно не посчитать красным 10. Послушайте речь первого игрока. Нет, не надо проверять 7. Пятая показывает, что 7 красные. Тоже 7 сильно, черный не считаю. Я красный 7. Я не понимаю, что это не предыдует. Я считаю подозрительный 1, подозрительный 6. Потому что шестой, когда красный, он склонен играть в больших командах, объединять необъединяемое, впихивать невпихуемое. Поэтому для меня подозрительные игроки 1 и 6. Я прошу проверку среди 1 и 6. Так, пошла реально жара, да. Че, чат, кто думаете черный? У меня были какие-то цвета, но вы знаете, у меня, короче, как всегда. Я думаю, пятая очень красная. Я думаю, что... Мишутка очень часто, на самом деле, на черной. Она, ну, она контрастная, мне кажется. Пятая крышу от десятого. Но давайте, наверное, я тогда 5-10 вместе красные. Вот лично у меня. У восьмой были интересные цвета. 5-8-10, наверное. Вот я бы красных для себя выделил, от которых бы я играл. В 1-2-3 все непонятно. В 1-2-3 прям все, мне кажется, очень, может быть, заморочено. Потому что из 1-2-3 самый красный 2. Потому что третий... Вообще, может быть, 2-3 вместе черный. Потому что третий сказал, типа, вы думаете, второй черный? Нет, я думаю, второй красный. А РФ часто своих мафов может подтягивать жестко. Ну, как мне кажется, по крайней мере. У 1-3 команда 2-3-5-6 еще. Блин, может 1-2-3 вообще? Прикиньте, прикольно будет, если черная команда 1-2-3. Я бы проверял, наверное... Кого проверять здесь? Третьего, первого? Девятый реально шер, да? Что, я просто хочу ЛХ отметить, чтобы потом с вами пожестикулировать и пообщаться. Я что-то типа такого поднимала бы. Я шрифт 8-я проверенная красная. Значит, речь 7-го игрока была в ноль. Для меня безумно плохой. Я не стала его проверять, потому что я не была уверена, что стрельнусь обязательно. У меня просто сердце кровью обливалось. Мне так хотелось в 1 нажать. Просто начать речь. Четвертая думает по 7. Сыграть 2-3-5-6. Я сказала, 5-6 красный. Не играла. Просто пыталась без цифр назвать. На 10-м номере сидит парень, который со мной сыграл там миллион игр. И он знает, что я там на поздних слотах, на шрифе вообще цифр не называю. Назвал меня черный. И я сыграла против игроков 7-8. У него 5-7-8 какая-то была двойка. Восьмая проверенная красная, а 5-7 вряд ли вместе. 1-10 поднимите обязательно. Первого точно поднять. Точно поднять 1. Так, смотрите, госпожа Америка, несмотря на то, что вы там показывали, что я там черный, я подозрительный, я сделаю выставление Джерри, потому что он вообще говорил, что для него 5-7-8-9 подозрительный, где 9-ая сказала, что 7-8 для него вместе подозрительный. То есть у него 7-8-9 подозрительный, 9 шерифов, проверенная красная. Вы сказали, что 7 для вас больше красный. Вы же так сказали, правильно? Вы сказали, 7-ой красный. А у тебя, Джерри, 7-8-9 все подозрительные. Вот, уже так не получается, поэтому подозрительный ты. Смотрите, я считаю, что красный 3, потому что, ну, про него прям как-то, прям его сильно не окрасняли, но против него тоже никто не отыграл. То есть, не знаю, может быть, против вас боятся играть, господин Рэф. Но потому как сложилось ситуацию, думаю, что 3 красный, вот, если 8-ая считается. Не, просто, когда не играть, это залог хорошей, качественной красной речи. Так, смотрите, я не играю против 4. Смотрите, вы, игроки 5-8, говорите, что красный 7, поняли? Я не могу играть 7, это только из-за вас. Смотрите, если черный 7, и он у вас выиграет эту игру в следующих играх, я буду вас голосовать вперед его, понятно? Вот, смотрите, я бы заделил что-то типа 1-2-6, 10, когда сыграл против 9, 5 показало, что 10, мягко говоря, не умный красный, который играет с черными. Я между 1-4 выбрал, 4-й в 10 раз лучше поговорил, 6-й сказал, что красный 2, и все. Я сказал, что я играю 1-2, подозреваю 1, но сыграю с ним, потому что первая игра, я часто с ним играю, когда он черный, и сказал, что второй красный. 4 сказал, а красный 2-3 подозревает 1, 5 сказал, а красный 1-3. Шестой играя с 2, не мог выкинуть 3-4. Поэтому 1-2-6. А 7 какой? Что у 7 спрашивали? Что 7 не нравился? Третий пилится со мной, значит. Ну, хорошо, делайте, что хотите. Смотрите, игрок номер 8, давайте с вами общаться реально. Выходим на контакт с первой игры, так сказать. Я хочу, чтобы вы приняли мой красный цвет, оставили меня красный. Меня посчитали на 0, красный, не отказывайте, из этого цвета, пожалуйста, все. Так, я не знаю, я не очень подозреваю всем за коммуникацию на 0, и все. Исключительно из-за этого цвета. У него плохие лично для меня, но он мог, не знаю, распоряживаться и неправильно сыграть. Мне нравится, что третий меня поддерживает и играет против первого игрока. Первый игрок сыграл 2-3-5-6. Его красная команда его уже выставила с верхнего этажа. Сыграл против правильной красной 8 и против шерифа девятого игрока. А сколько черных между 7-10? 7-10 вместе черные. Они решили стенка на стенку играть, что седьмой покажет, что 10 черный. Еще 10 красный, извиняюсь. Поэтому первый для меня подозрительный максимально. Игрок номер 5. Я не знаю, вы как бы в образе в очередном или что? Ну, реально, я вам, во-первых, неправильно поняли то, что я вам говорила когда-то, но, короче, ладно. Так, давайте анализировать. Смотрите, игрок номер 9 точно его убили по динамике. Это не статика на игрока номер 9. Это не игрок номер 8, она проверенная красная. Это может быть игрок номер 7, жестикуляция 10 больше красная. Это может быть игрок номер 3, проверка игрока номер 8. И это может быть игрок номер 1, потому что он говорил на папиле. Поэтому я бы пилила игроков 1, 3, 7 и потом бы снимала игрока номер 2. Для меня среди... Ты думаешь, 7, ты крышешь 7. Тогда 1, 2, 3. 2 мне не нравится. Не первая речь. Тебе тоже речь 2 не понравилась, Алиса. Ты показала, что он черный. Мне не первая речь игрока номер 2, не вторая речь игрока номер 2 не понравилась. Он просто окраснил 3. Все, дальше у него непонятно. Десятого я не подозреваю. Может быть, это первая игра, разминочная и так далее. Просто я помню под тем игром, что мы играли, когда он черный, именно под кон по-другому разговаривает. Тут мне казалось, что он прям верит, что он считает меня черным. Точно красная. Для вас игрок номер 10. Если я игрок черный, я не буду давать вам играть меня. Понимаете, в слабую позицию вставать. Есть игроки, которые со мной сыграли, седьмой тот же, да? Я с ним буду... Смотри, на самом деле попил 1, 2, 3. Это самое актуальное. Попил за этим столом, а потом забрать Мишутку. Да. Значит, речь Му на данный круг. Господин Му, я вас знаю достаточно как внимательного игрока. На речи 10 полстола показала красный 10, вылезли на стол. Вы простулись, выставили 10, не проатаковали ни 5, ни 7, ни четвертую, которая больше показывала красный 10. И приплели к себе как красного игрока, игрока номер 3. Где по счету игры уже получается, что в 1, 2, 3 нет всех красных игроков. Есть точно один черный. А на Попиле первый игрок сыграл в вашей команде с третьим игроком. Не сильно против меня, и вы не подозревали 5. Поэтому у вас не должен был быть черный первый. Поэтому не красный 2 на данный круг. Поэтому 1, 2, 3 это прекрасный подъем. Протежа скорее не черная за мысли, которые она озвучила по динамике. Цвет Джерри подарил стола. Стол. Хорюка крышует Америкой. Поэтому 2, 3, 4 для меня это много мафов. Если пилить 1, 2, 3, то 2, 3 голосовать в 1. Не, мы попилим 1, 3, 6. Вы на прошлый круг сыграли только с 2. Сказали, что 2 красный. Речу 5 сейчас просто, я не понял. Она говорит, динамику давала либо 7, либо 1, либо 3 проверки. А что 10 не мог динамику давать? Он на 10 мог 9 застрелить. Он начал речь с меня, по-моему, насколько я помню. Это странная динамика. А, ну, я согласен, что это странная динамика. 1, плюс 4. Действительно, согласен. 1, 3, 5. Америку попили. Или там Джерри. Может быть, уже сейчас красный ты, Маш. Я объяснил, почему ты черная. Ну, в смысле, не черная, а подозрительная. Но сейчас, как я говорю, нормально. Я попилил 1, 3, 6. Дальше бы снимал что-то типа 2, 5 по очереди. Я не подозреваю 10. Вроде 4, как сейчас поговорила, в принципе, это было не так уж и плохо. Она попросила ее красный считать. Красный, это она больше по красному делала. Ой, а Алиса точно уверена в цвете 7-го? Мне кажется, атака в 5 это прям плохо. Что вы говорите, 4 не красные? Все. Поэтому вы встаете. 1, 3 и 6. Между 1, 3 есть черный. Первый говорит, третий черный. Почему 4 красные? Потому что она сказала Америка. Мы не можем быть 3, 6, 3, 6 точно не вместе. Точно не вместе. Почему 1, 6 не может быть вместе, где 3 красные? Почему нет такой? Причем тут кто не... Так, ребят, смотрите. Кто-то рассматривает 4, 7 двойку черных игроков. Мне важно знать. Поднимите руки, потому что 4, 7 вместе черные. Вы думаете 4, 7 вместе черные. То есть у вас, господин, 22, 3, 4, 7 черные, я так понимаю, да? Вот. Мы уже нашли команду 22. Для меня красный 7... Слушай, найди сама черную команду. Запили, давай, скажи, ты красава. Давай. Ребят, перец игроки 1, 3. Мне кажется, 1, 3 вместе черные, если вам интересно. Перец игроки 1, 3, 6. Там не все равно. Пусть ломают друг друга. 1, 3 точно есть какой-то черный. Мне вообще абсолютно все равно кто. Игроки 1, 2, 3 голосуют в игрока под номером 6. Игроки 4, 5, 7 голосуют в игрока под... Что? 1, что такое? В меня голос 1, 2, 6. В меня голос. Нет, 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 нет. Солнце, ты самый черный среди игроков 1, 6. Я тебе так скажу. Вот. 1, 2, 3 голосуют в игрока под номером 6. Игроки 4, 5, 7 голосуют в игрока под номером 3. Нет, 4, 5, 7 голосуют. Можно я проголосую в черного 1, а не в красного 3, в которого сломают? Так, ладно, еще раз. Значит, первый перепопили. Это что? Начал речь тогда с первого. Тоже сказал 1, 4, а потом сказал, что я очень подозреваю, если что. Значит, мне испопило больше всего подозрительный 3. Он сказал, что пилиться 1, 2, 6. И что он на тот круг был цвет только 2 красный. То есть он уже должен был сказать, что, ребят, 2, 6 мафы, первое подозревание, что все равно тройка, правильно? На самом деле, вообще не подозреваю. Вот, не хочу еще работать в пятый, потому что я реально в нее въехал. Мне кажется, будет на черное. Ну, я не настолько гибкий игрок, чтобы она подумала, что я сейчас так сильно переобуюсь. Зачем на черное, на этот круг она меня подоманула. И я мысли, можно я скажу такие? Мне кажется, что в игре этот Дон, мне кажется, короче, реально команда 3, 6, 6 Дон. Он сыграл только с 2. Я подумал, 2 может быть шерифом по нулю, как он поговорил. 2 именно поговорил так, типа, вот игрок номер 1, и очень аккуратно говорил первому игроку, и говорил какую-то эмпатию. А 6-й играл тупо 2, потому что Дон, который проверил 2, как бы типа, ну, на шерифе, и подумал, что, короче, если шериф окажется, то как бы отсыграть, то тупо отстрелью. Больше не было каких-нибудь цветов. Вот. Мысли просто по шестому игроку, если что, мне кажется, 3, 6 командные, ну, меньше всего понравились, с 8-м и к этому, или крушу, 7. Вот. А 6, если что, и черный, то не с 2, потому что, ну, этой команды глупая, как бы, я думаю, что он его проверял. Так, ну, Америка, короче, ничего необычного для меня не происходит. Очередная игра с тобой. Значит, между 3-4 есть игру в черный какой-то. Я подумал сначала, что скорее самый черный 3, но четвертая Фолом сказала, что она проголосает в черного собирать за 1. Правильно? В самого черного. Я запилю с 3, когда красным называть меня. Он со мной сыграл. Это ничего, это мусор, чтобы вы просто понимали. Вот сейчас у него за 2-го он наехал в игрока номер 8 тогда. Сейчас он 2-го сказал 1-2-6 пилец. А какой 7? Что по 7 он вообще спрашивал? Значит, еще раз. Попилку. 1-2-3 голосуют в 6. 4-5-7 голосуют в 3. Короче, я в 6. Дальше смотрите, куда балансую. Да, мне кажется, 2-3-4, 2-го черных игроков. Мне так кажется. Красные 5, я думаю, кто-то между 7-10 убил девятого игрока. Ну, я думаю, первый, кстати, больше красный сейчас. Я думаю, что черные реально между, типа, короче, 2-3-4-6-7. Вот там все черные сидят, я бы сказал так. Скоро, у тебя были? Девятого отстрелили. Так, ну что, слома нету что-то, да, получается, наверное, тут либо 2 черных, да, пилятся, да, Америка? Правильно? Четвертая сказала, что она проголосует в игрока номер 1, точно черного, а в третьего сломают. В третьего никто не сломал. Смотрите, я бы мог сломать, правда? Ну, вы думаете, я опустил бы возможность? По-моему, ни разу я не сидел, не занимался этими работами. Думаю, черные 4. Спасибо большое, Кость, за подарок для Анны Батт. Надеюсь, что не 3-3-4-7 будет. Да, боже, игроки 4-7 показывают, они посидят. У вас что, черная команда 2-5-10, да? А что вы там делаете? Спасибо, Сейонаро. Смотри, Америка, я не хочу идти против твоего цвета красный 7, я его в ноль красным не посчитал, то, что они творили с Мишуткой, я красным не считал, ты назвала красным 7, я отпустил этот цвет. Если ты его подозреваешь, то 3-4-7 может быть команда. Если 7 точно красный, то скорее 2-3-4 черная команда. Ребята, то, что вы говорите, у меня кровь скоро из ушей поет. 3-4-7, это когда 7 сыграл с командой 1-2-5, я показывал 7 проверенный черный, после этого первый показал, что черный 4, а встал со мной, это то, что сказала восьмая, что черный 1-3 вместе, а этот герой на 10 сказал 3-6 вместе черный. Просто уровень своей игры оцените. Все, больше не нет. Америка, я тебе говорю, все оставшиеся игры, я тебе покажу такое чистилище, тебе мало не покажется. Подписывайтесь на наш fart. Звучит лоанğ This. Звучит лоан Герой a CAg Д雨. Ув purs Запахло весной. Ничем не пахнет. Ничего не знаю. Поднимаем. Да? 7-10 вместе черные, да? Блин, 2-7-10 черная команда. Я сказал, что не 2-7 черная. Боже. Я за подъем не голосовал. Ну, ничего необычного, ничего как бы, не знаю. Давайте мы не будем расстраиваться, будем играть в следующую игру. Я предлагаю как бы попроще играть госпожа Мишутка. Первая игра давно не играли правильная. Вы же не можете думать, что я думаю и как я вообще там сейчас, в какой кондиции нахожусь и что я думаю. По поводу точной цвета, что я должен что-то показывать или мою мотивацию, вы же не понимаете. Разберитесь в себе, вот. Разбирайтесь в игроках, которые вам более доступны, понятны, с которыми вы, может быть, каждый день играете. И все. И не делайте слишком громких заявлений, куда вы бы голосовали и так далее. Все. Я сыграл наверняка плохо. Сыграл с черным 2. Вот. Против красной 4 и 8. Но ошибки есть. Буду работать. Буду лучше всех четырех. Победы. Все. Все. Вот такая, ребята, первая. Вот такая первая. Я бы никогда не подумал, что черная команда такая выиграет 3 в 3, ребята. Поздравляем черную команду. 2, 7, 10. Джерри, видимо, в ноль давал динамику. Ну, мне кажется, что обязательно должны были быть вообще чуть ли не 7, 10 в попиле. Потому что только они двое знали, что 9 HR. Вот. Действительно, подозрительно было все это. Второй и в ноль поговорил не очень хорошо. И потом поговорил не очень хорошо. Ну, ребята, удивительное начало. И не очень благоприятное для, в целом, для большинства игроков за столом. Потому что красным будет находиться, конечно, сложнее. Понимаете, да? Я думаю, в принципе, сложная, сложная игра. Когда Пенери Лай шерифом, по сути... Ну, она не вскрывается. Но я видел, что многие в чате подозревали, что она так на шере делает. Вот. Поэтому... Поэтому, конечно, вот так. Ну, бывает. Бывает. Я же говорю, тем как бы сложнее, тем напряженнее будут игры. Но посмотрим, какие будут сейчас... Как сейчас будет город с этим всем разруливаться делом. Вот. Да, она вчера не просто так не вчера делала. Насколько я знаю, вот мне ребята в чате писали, что она так часто делает в лиге. Поэтому... Странно, странно. Но тут, видите, девятая проверила восьмую, которая крышанула седьмого. Неудачно сыграл мирный город. Поэтому... Америка решила сыграть уверенно. Ее сразу за это как бы стол подхейтил. Бывает. Вот. Это на самом деле сложно взять такую ответственность. Бывает, что такая ответственность берется неправильно. Поэтому... Ну, что поделаешь. Что поделаешь. Ждем вторую, ребята. Девятая, да. Девятая, мне кажется... То есть, у меня есть 1.3.6. Но, видите, когда 1.3 так рубится, вы либо считаете первого красным, а третьего черным. Либо наоборот. Но... Не знаю. Тут, видите, тут именно сложно было, мне кажется, сделать такой попил. Ангел, а ты со мной? Нет. Да, я здесь. Слушай, мне кажется, надо это, да? Вот за всякие угрозы, там, типа, про следующие игры, что будет происходить. Это же угроза, по сути, или нет? Скажи мне, пожалуйста, на твой взгляд. Я думал по поводу высказывания РФ, но потом приплел то, что здесь-то по факту не такой-то привязки к цвету, так что здесь как бы вообще нет ничего, по идее. Окей. Окей. Ну, я в любом случае... Как тебе в целом игра? Да. Ну, слушай. Не знаю. По-моему, знаешь, это вот та самая редкая игра, где все семь игроков мирного города сыграли прям отвратительно. Вот прям, знаешь, все. То есть, шериф вскрыл роль, по сути, в ноль свою. Проверенная красная закрышевала черного. Два красных зарубились один-три. Два красных зарубились один-четыре. Тут единственный, кто вообще хоть что-то, мне кажется, пытался сделать, это Нина была. Ну, вот по ощущениям, не знаю, как тебе. Да, с этим я согласен. Единственное, я был уверен в том, что десять красные. Я думал, он так по дурака классно косит. Ну, видишь, пятая крышенула десятого, когда десятый ее втанчил, да. Там прям Джерри был рад очень. Было видно, что он нашел шериф, а что-то они там попилили троих. Представляешь, ты? У вас тройка черных, а Джерри, Хорюк и Му вы пилите РФа-22 и Йети и выигрываете три в три первую игру на черных. Мне кажется, это невероятно важно для ребят было в целом, начать турнир из квалы, пройдя в таком настроении. Поэтому... Согласен. По сути же, на самом деле, действительно, либо семь, либо десять могли дать динамику. Так, у нас кого-то не хватает. Сейчас надо быстренько понять, кого. Так. Мишутка. Мишутки и не хватает. Так, надо написать сейчас ей. Я вот знаю, что я могу тебе точно сказать. Мне кажется, что коннекта между мирными игроками много не стоит ждать по такому началу игрового дня. Мне кажется, это просто первая разминочная такая. Поэтому, мне кажется, в дальнейшем будет все лучше. Может быть. Но, как показывает практика... Тут видишь, я уже вижу, что 22 настроен серьезно. Именно... Он настроен рубиться. РФ настроен рубиться. Молодые из квал не собираются вообще ни на секунду. Мне кажется, тут что-то... Так. Тебе сразу идиш не кидаю? Угу. Зачем 5 без цифр поговорила, как вчера в последней игре? А я... Я подумала 5-6 больше красный. Я не поняла, кто черный. Я не знала, кто меня будет трахать на 9. Видишь, пример лай, смотри. Просто признаться. Ну, ладно. Если ты подумала, что 5-6 больше красный... Хотя, блин, проверка 8. Я тоже думала черный. Слушай, я подумала проверить седьмого игрока. Я считала его черней восьмой. Но я подумала, я проверю. Допустим, я проверяю седьмого, он красным. Кто меня вот так вот сделает? Короче, Алиса, ты слышала, что седьмой сказал? Седьмой сказал хороший подъем 1-3-6. Смотри, в 1-3-6... Ребят, давайте сейчас... Предлагаю нам всем быстрее возвращаться в лобби, для того, чтобы мы могли обсудить игры. И предлагаю сильно не затягивать, потому что у кого-то время может быть позднее. Я просто хочу Алисе сказать. Ты слышала, что седьмой сказал? Он сказал 1-3-6 хороший подъем. 3-6 не вместе черные, только 1-6. Но если он пилит 1-6, третий не должен быть попили. 1-26 должны быть. Да, господин РФ. Угроза не была направлена ни на краснение, ни на очернение. Просто попрошу не апеллировать к тому, что будет в следующих играх происходить, в зависимости от того, что игрок будет делать. Это же игры не имеют никакого отношения к этой данной конкретной. Ну, можно же такую угрозу сделать, которая тоже не будет иметь никакого отношения к игре, но все равно просто хотел попросить перестать так делать. Девочки, вы сидели в протаже Америка. Если вы что-то не понимаете, не надо говорить, ладно? Вы не дали сыграть. Я сказала, поднимем 1-7, снимем 2. Подожди, я сказала, поднимем 1-7, снимем 2. Я ошиблась только в 10. Игрок номер 6, вы готовы стартовать игру? Я ошиблась только в цвете 10. Ренат, можно я скажу? Я проверенная красная подняла. Можно я хоть как-то что-то скажу? Господин РФ, вы на последних трех секундах девятки показали, попилила игроков 1-3-6. Я попилила игроков 1-3-6, произошло 3-3. Ко мне... Нет, стоп! Стоян, секунду. Дайте мне сказать. Можно я вас послушаю, когда вы спрашиваете? Не надо мне стоякать. Я стоякать. Поднять, убрать 10. Вот что я тебе сказал. А когда вы сказали... Против меня никто не сыграл. Только вы с седьмым. Я сыграла. Я, короче, объясняю. Для чего у меня был красный игрок под номером 7? Это какой-то мусор. Потому что для меня был абсолютно красный игрок под номером 4. 7 повернулся в 4. Потому что... Ври не относится. Блин, рэп. Он был черным? Не надо ничего объяснять. Он был черным. Так, игрок номер 6, вы готовы? Игрок номер 6, вы готовы? Ребята, давайте, если у кого-то есть какие-то вопросы друг к другу, я предлагаю их обсуждать в личке. Все, что вы говорите, происходит на стриме на полторы тысячи человек. Вот. Пожалуйста, учитывайте это. Я понимаю, что эмоции зашкаливают. Но у нас только первая игра. Впереди еще пять. Вот. И надо как-то их будет же сыграть и выиграть. Правильно? Поэтому все. Давайте. Всем приятной и хорошей игры. Победу сильнейшей команде. Спасибо за субтитры. Не contacted эти лайки hero. Не да.